Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с режиссёром-постановщиком премьерного спектакля по пьесе Алексея Толстого «Делец» Андреем Штейнером. Здравствуйте, Андрей Иванович! Здравствуйте, Настя! Насколько я знаю, пьесу Алексея Толстого «Делец» вы нашли в архивах в студенческие годы, насколько я знаю. Почему вообще выбор пал именно на эту пьесу? Просто пьеса очень редкая, неизвестная. Автор достаточно знаменит. И сама ситуация очень забавная, которая разыгрывается в этой пьесе, в спектакле. Поэтому получить удовольствие, радость от материала, а затем радость зрителя, который столкнётся с этим материалом, с этим спектаклем, я думаю, это и толкнуло на постановку этой пьесы. Надо пересмотреть, Людмилович, да? Да, тысяч варок. Я бы не жаловался. Ну да, мы бы не жаловались. А я не желаю палить Господа Бога за шесть пар прислал мне шестерных кольцов. Что мы делаем? Это же наши деньги. Вы впервые её ставите? Нет, это у меня был диплом мой, поэтому уже ставил я её, эту пьесу. И зрителей очень хорошо принял. То есть ставили её когда-то в студенческие годы, да? Дипломная работа была у меня. Ага, и сейчас, где-то вот сейчас уже в наше время ставили её, или всё-таки это опыт такой на магаданских артистах? Ну, тут не опыт. Тут как бы уже познакомившись с труппой, я как бы понимал, что эта пьеса ляжет на эту труппу, и ребята способны сыграть её. Потому что жанр тоже достаточно такой, очень игровой, лёгкий. И в то же время это, ну, не пустышка. Тут есть тема, которая проходит через центрального героя. Как бы он несёт эту тему носителям темы. И мне кажется, и артистам интересно в этом материале существовать. Поэтому, мне кажется, контакт должен произойти и со зрителем, и зритель должен получить всё-таки впечатления какие-то хорошие, позитивные. За человека с капиталом в бельёд! Стоп! Нет! За человека в цветущем возрасте. Одинокого, весёлого, хорошо воспитанного и желательный уклон, поэзия, музыка, в крайнем случае живопись. Да зачем тебе всё это? Это всё-таки удивительно и как-то интереснее, чем когда твой муж только разговаривает по телефону. И ещё обязательно нежное обращение с женщиной и любовь к путешествиям. Да! Ну вот вы сказали, что в спектакле есть некая тема. Что это вообще за тема? Что должен понять для себя зритель, может быть, после спектакля? Ну она не такая уж сложная, но в том, что сегодня всё переводится всё-таки в денежный эквивалент. И всё оценивается через призму, насколько я с этого получу или сколько я поимею. А в результате уходит, наверное, самое главное всё-таки – это ценность человека, человеческой жизни, ценность его содержания, которое он несёт. Здесь центральный герой, он поэт, человек творческий, который в силу обстоятельств, что творчество никому не нужно, есть некий запрос на финансы, он ломается, не ломается, он просто переводит свою творческую энергию в другое русло для того, чтобы зарабатывать деньги. Обеднел он? Наверное, обеднел. Но когда появляется любовь, как он потом говорит своими в монологе, какие-то живые чувства поднимают голову в душе. И вот пройдя через все перипетии спектакля, всё-таки все герои обретают себе пару главных героев. Поэтому, мне кажется, она оптимистична в этом отношении. Ну, а тема то, что, да, творческое начало человеческое становится сегодня невостребовано. Всё, реклама заполонила, мы такой большой рынок, как-то полное ощущение, что так. Перестала цениться человеческая, как бы, жизнь с точки зрения, зачем ты пришёл сюда, да, зачем призван в этот мир. Не только продавать и покупать, да, нечто большее существует. Ну, и сегодня эта пьеса достаточно актуальна. В спектакле задействованы живые инструменты оркестра. Почему выбрали именно живые инструменты? Ну, то есть это могла звучать же обычная музыка, правильно? Ну, да. Во-первых, живой звук – это всё-таки живой звук. Потом мы искали форму взаимоотношений оркестра музыкантов с артистами, с драматическими, непосредственный контакт. Ну, и здесь мы их задействовали творческо в виде музыки, да, которая покупается, им платят. Есть такой момент покупки и продажи. Даже на центральном аналоге очень достаточно эмоциональному Мебиуса он выводит скрипача, который ведёт лейтмотив его темы, а он под это делал. Ну, всё на продажу. Даже эмоции мои я продаю. Я выхожу на сцену, я работаю. Это моя работа – мой товар. Я продаю себя. Бизнес-комедия. Здесь всё на продажу. Игра артистов, костюмы, музыканты, пространство. Ну, да, вот как-то такой ход, наверное. А вы говорили, что уже за это время, ну, можно сказать, что вы третий раз уже к нам приезжаете, и за почти два года уже, можно сказать, узнали от А до Я артистов, с кем работали. Сложно ли было распределить роли? Или вот сразу приехали и уже поняли, кто кого будет играть? Нет, почему понял? Я уже знал, кто будет играть. Потому что я подбирал пьесу именно от конкретных артистов. В этом отношении распределение я сделал заранее. А то, что я знаю их, нет, тут творчество человека, тем более артиста, оно бесконечно познать его невозможно. Уже третий спектакль на сцене Магаданского театра «Делец». Будет ли четвертый? Есть какие-то планы, может быть? Ну, вы прямо меня обезоруживаете. Это не ко мне вопрос. Но у вас, может быть, есть какие-то творческие планы? Нет, творческих планов всегда много, но, конечно, и желание есть, и надежда есть на то, что это сотрудничество продолжится. Поэтому трудно загадывать. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok